Продолжение следует... Национальное бюро кредитных историй наиболее подвержено росту просрочки на сегодня такой продукт, как кредитные карты. Начиная с начала года, темп роста просрочки по ним составил 50%, и на сегодня он уже составляет 59 миллиардов рублей в целых по России. Это огромная цифра, и, наверное, по этому продукту темп роста просрочки в два раза превысил даже саму выдачу. Почему? Наверное, потому что это самый доступный продукт. И люди, беря его и удовлетворяя все свои потребности, иногда не задумываются даже о том, как они будут возвращать. То есть банки, вводя так называемый пластик, они сами ускорили вот этот рост просрочки, потому что сделали наиболее легким, доступным получение вот такого вида кредита. Ну, в какой-то степени тоже спровоцировали, я соглашусь с вами. Ну, а что касается, например, автокредиты или потреб кредита? Рост просрочки наблюдается и по этим видам продуктов. По потребам больше, где-то 16-17% с начала года, по автокредиту меньше, но и самый наименьший темп роста просрочки – это по ипотеке. Это как раз именно та же причина, что когда люди берут кредит на жилье, они заранее продумывают и свои источники погашения, праны, финансовые потоки свои, и там минимальный темп роста просрочки. Ну, и люди боятся как раз потерять самое дорогое. Они купили квартиру, и они понимают, что в случае просрочки они могут ее потерять. То есть, так сказать, чем сложнее взять кредит, тем меньше по нему вот этих вот проблемных кредитов. Но тогда в том случае, почему возникает просрочка по кредитам? Почему люди не платят по ним? Ну, вот, наверное, выделить можно несколько причин. Первая, мы уже с вами ее затронули. Первая, доступность кредитных продуктов в виде кредитных карт, в виде экспресс-кредитования, которое у нас появилось сейчас в различных торговых точках, оно как раз и позволяет не задумываться, когда… Это, наверное, маркетинговый ход. Когда человек видит какую-то понравившуюся ему вещь, ему хочется ее получить именно сейчас, он не задумывается о том, как он это будет грасить. И удовлетворяя свою первую же потребность, он берет этот кредит, и это вот легкие деньги, легкое получение кредита, эта доступность, она и приводит к последующей просрочке. Но это и одна из причин. На самом деле, возвращусь к тому же Национальному бюро кредитных историй, по данным этого бюро, на сегодня уже 10% наших граждан российских имеют 5 и более кредитов. Этот рост очень большой, по сравнению с предыдущим годом, он состоял тоже в два раза. Причем люди, как правило, берут второй, третий, уже вот пять и более кредитов. Для чего? Для того, чтобы просить платить предыдущие. Для перепогашения, скажем так. Для перепогашения. А как в той известной песне «Погротила опасная трясина», этот объем этих долгов, он нарастает и он затягивает. А люди считают, что это выход. На самом деле нет. Это вот вторая причина, опять же, не рассчитывая всю свою долговую нагрузку, не рассчитывая свои источники, прибегают к получению следующего кредита для погашения предыдущего. Есть же понятие, когда человек не может платить, потому что он финансово несостоятелен, насколько я понимаю. А есть понятие злостный неплательщик, который мог бы платить кредит, но не платит. Вот здесь есть какое-то соотношение, в каком, какие процентные соотношения между вот этими неплательщиками? А есть оценка? Наверное, точную статистику я вам не смогу сейчас сказать, да, но я понимаю, что процент взросленности, он гораздо меньше. Наверное, к счастью, банков и вообще к общему нашему удовлетворению, да. То есть есть финансовая, где-то, неграмотность, есть финансовое непонимание, да. А именно взросленность, мошенник и умышленное поручение кредита и его невозврат, такой процент, к сожалению, к счастью, действительно мал. Ну вот как раз, я так понимаю, что с такими злостными неплательщиками есть еще один способ борьбы. Банки продают такие плохие долги коллекторам. Насколько это сейчас развито в России? В России направление очень развито. На самом деле, центральная полоса России к этому пришла гораздо раньше, чем мы. Но на сегодня это активно используется в Косноярском крае, в нашем и в Сибирском регионе. На самом деле, скажу за Сбербанк, мы тоже стали активно использовать этот инструмент. Мы с вами озвучили, что просрочка растет. Соответственно, количество тех потенциальных клиентов, с которыми должен проработать банк, возможность реструктуризации либо каких-то способов погашения, оно тоже растет. Поэтому банк занял какую стратегию? По тем кредитам, по тем клиентам, которые готовы сотрудничать с банком, готовы рассматривать отсрочки или какие-то другие инструменты урегулирования долга, банк работает сам. По тем кредитам, по которым год и более люди не платят, не готовы, то есть мы прошли суды, мирное урегулирование, реструктуризация, люди не готовы идти навстречу, не готовы договариваться, не готовы платить. Мы продаем такие кредиты. Вот за полгода 2013 мы уже продали порядка 200 миллионов рублей. И мы планируем это делать дальше. Потому что, на самом деле, поверьте, банку неинтересно продавать кредиты, потому что процент продажи долга, цена продажи очень маленькая. И мы продаем действительно тех, где мы для себя называем мертвые кредиты. Мы не понимаем, как их возвращать, и мы будем очень долго этим заниматься. Но банк не является благотворительной организацией, давайте скажем таким образом. Есть еще такой способ, когда Вы упомянули, это суды. Он активно применяется? Или это совсем уже крайняя мера? Он применяется, но, наверное, сам акцент сейчас идет не на судебной работе. То есть мы с Вами проговорили, когда обсуждали источники причины возникновения просрочки, мы обсудили несколько версий. Люди не понимают, не рассчитывают свои расходы. Люди взяли на себя нагрузку больше, чем они ее могут потянуть. У них действительно, может быть, есть объективные причины, когда люди временно теряют работу, снижается заработок или еще что-то происходит. Вот в таких случаях от того, что сходит банк в суд, не сходит банк в суд, ничего же не изменится. Здесь основной и единственный аргумент – возможность урегулировать долг. Это дать клиенту возможность реструктуризировать долг. Сделать отсрочку по кредиту. А есть такие программы, какие-то акции, для того, чтобы тот, кто действительно хочет платить дальше, но не может в данный момент, чтобы он не получил либо суд, либо продажу своего долга коллектором. Вот есть какие-то такие инструменты у банков? Ну, на самом деле, банки активно сейчас используют. Мы видим, все смотрим телевизор, мы видим рекламные компании различные по этому тему. То есть очень многие банки используют различные продукты. Что касается нашего банка, то, наверное… Да, давайте на вашем примере, потому что вам он очень хорошо знаком. Конечно. Всем, наверное, наслышаны были акции того года, 12-11 годов, там, «Чистого листа», там, «Спасательный круг» с такими нарицательными названиями. В этом году у нас тоже акция, она маленько другого плана. Сейчас я, если можно, две минуты буквально раз. Становлюсь на ней. Кредитные каникулы, так называемые. То есть здесь как раз акция направлена даже не на урегулирование, а на просроченные уже задолженности. Хотя этим как мы и занимались, так мы активно и занимаемся. Количество реструктуризации за полгода у банка очень большое составляет около миллиарда рублей. То есть банк активно этот инструмент использует, потому что работа в суда, как я уже сказала, это не столь эффективно. А кредитные каникулы, та акция, которую с новой мы сейчас заходим, это акция на предотвращение просрочки. То есть кредит платится, просрочки по кредиту еще нет. Но человек понимает, что, наверное, я что-то переоценил в своей возможности. Либо человек понимает, что у него меньше стала зарплата, либо премия. Что-то происходит в его финансовых потоках, когда он просто сидя дома за столом, видит, что доходы с расходами у него уже не сходятся. И он обращается в банк. Обращается за тем, чтобы ему изменили график погашения, удлинили срок возврата, уменьшили же месячный платеж. То есть это можно делать сейчас, как и на стадии, когда еще нет просрочки, либо даже если у тебя есть там одна просрочка. То есть это называется такая работа на предотвращение вот этой самой просрочки. Вы знаете, вот все равно заемщик, он так или иначе банка боится. И поэтому стараются либо заранее выплатить кредит, чтобы никто к нему, не дай бог, не пришел, ничего не потребовал, или там какие-то изменения, условия не произошли. Вот не дай бог, конечно. И либо, когда возникает какая-то проблема, он опять-таки опять боится идти в банк. То есть, если я правильно понимаю, заемщику в банк не надо бояться этим. Банки лояльно относятся к таким заемщикам? Я считаю, что да. Максимальная лояльность на сегодня. То есть структуризации на стадии просрочки, мы максимально сейчас либерализировали условия. Тот пакет документов, подтверждающих, что уменьшился доход, он свой седен к минимуму. Без согласия там поручителей мы сдвигаем графики, мы делаем их меньше, мы делаем отсрочки на два года погашения и так далее. То есть все в банках направлено сейчас на то, чтобы рассчитать, когда ты сможешь платить. И ты гасил по этому графику. Вот можно затронуть еще одну такую тему. Очень активно по каналам, особенно федеральным, обсуждается тема закона о банкротстве физлиц. И все, многие, наверное, рассчитывают, опять же наша русская авось, что вот, примут закон, я себя признаю банкротом, и все. А там дальше уже что хотите, то и делайте. И все будет хорошо, ничего со мной не сделайте. На самом деле, вот хочется сказать для таких граждан тоже, да, если внимательно посмотреть на этот закон, он пока принят только в первом чтении, он еще как бы там масса споров по нему идет. Но даже что предусматривает этот закон? Что все имущество, кроме единственного жирова, где живет, проживает этот гражданин, продается на погашение. Ему дается пять лет рассрочки. И на эти пять лет составляется график, по которому он должен гасить все долги. Никто не прощает долги. Смысл идти в суд, привлекать юристов, признавать себя банкротом, со всеми вытекающими последствиями, что это никто никогда не забудет, это останется в его кредитной истории, когда ты можешь просто прийти в банк и обратиться за той же самой реструктуризацией. То есть если человек банкрот, то это еще не означает, что никому ничего не должен, да? Да. Вот я хочу вот эту мысль донести. И на самом деле, я думаю, что все вроде бы очень активно отзываются, что да, нарастает объем просрочки, люди все закредитованы, вот будет закон о банкротстве, всем поможет. А что там нового? Там та же реструктуризация, о которой мы давно и сколько лет уже говорили. Но только теперь уже принудительная реструктуризация, а не добровольная. И со статусом, клеймом, что ты был банкрот. А если человек был банкротом, то это означает, что остальные, то у него кредитная история испорчена уже практически на всю жизнь? Ну, это, ну, клеймо может быть так очень жестко сказано, да, но вот этот рычок банкрот, он остается. Даже когда он лишится этого статуса и погасит все долги. Объясните причины вот такой лояльности банков, вот, к заемщикам, которые хотят, в принципе, переструктировать долги. Наверное, как бы тут она не спрятана глубоко, она очень поверхностна, потому что банк плохим кредитом создает дополнительные резервы. То есть банк, помимо выдачи кредитов, формирует сразу резерв. При плохом кредите, при плохом качестве обслуживания он доформирует резерв до 100%. То есть у банка это дополнительные расходы, которые нам тоже не нужны. Нам лучше хороший заемщик, который готов платить, пусть не 3 года, а 5 лет, но платит, чем у банка расход, продажа долга коллекторам за минимальные цены и результат ноль. Что делается для того, чтобы минимизировать вот эти риски, для того, чтобы не было таких плохих долгов? Конечно, наверное, основная причина анализировать протяжеспособность клиента. Мы делаем это. Но у нас, я говорю, к сожалению, наверное, с одной стороны, к счастью, для населения появилась доступность кредита, те же экспресс-кредиты, когда кредиты за один час. И никто не анализирует, а есть ли у него другие кредиты, а есть ли у него заработная плата. Поэтому, наверное, в первую очередь, основная причина кроется в самих гражданах. Просто надо подумать о том, что все равно эти дороги нужно будет отдавать. И, наверное, не должно быть основной целью жизни и смыслом возвращать кредиты. Мы живем все-таки ради того, чтобы любить, дружить, какие-то путешествовать, приобретать какие-то вещи, не для того, чтобы постоянно сидеть в дороговой яме. Поэтому, наверное, надо что-то надумать, когда мы их берем. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Сегодня у нас в гостях была заместитель представителя Восточно-Сибирского банка Сбербанка России Наталья Лихторович.